привет всем сегодня рассмотрим как в блендере создать такое изображение называется стереопара для vr бокса и также в конце видео покажу как включить при рендере такой режим который называется анаглиф то есть такое красно-бирюзовое изображение для вот таких вот очков и так приступим в начале мы не будем удалять наш куб мы наоборот кое-что к нему даже добавим чтобы более полная была сцена его немножко отодвинем сюда сюда добавим например сезону так камера развернем ее здесь у нас быть 90 градусов здесь у нас будет 0 градусов двигаем и тоже сюда примерно вот так и для того чтобы у нас была стереопара нам нужно сделать изображение с двух камер то есть shift и дублируем нашу камеру выдвигаем ее сюда чтобы они немножко пересекались enter и немножко сдвигаем наши объекты до чтобы какой-то был общий центр масс теперь нам нужно опустить наши камеры и смотрим нажимаем 0 на нампаде вид из камеры вот и здесь мы получили изображение из оригинальной из первой камеры да то есть левой и справа и было бы изображение немножко другое теперь я хочу получить в двух окнах изображения с двух наших камер с разных камер клавишек и немножко освободим что нам нужно сделать заходим в настройки камеры включаем так 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 локал камера а для начала давайте чтобы нам проще было ориентироваться переименуем наши камеры это у нас будет камера л то есть левая а это у нас будет камера right правая вот здесь мы видим до что автоматически у нас уже выставилась камера л н убираем заходим сюда локал камера и выбираем камеру р вот все теперь нажимаем с наведенным курсором 0 на нампаде и здесь именно на это окно курсор наводим 0 на нампаде и вот мы видим что у нас разные изображения в наших камерах здесь левая здесь правая теперь я хотел бы сделать небольшую анимацию наших объектов ой выделяем куб клавиша ой локейшин затем так вытягиваем наш таймлайн чик чуть-чуть сюда сюда двигаем наш кубик опять ой локейшин займени за анимировали вот такое вот передвижение да теперь за анимировали нашу сезону ой локейшин там надо и передвинуть а вот этот максимально насколько мы ее можем двинуть или может даже вот сюда куда-то так 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 вот сюда а сначала надо было до передвинуть в таймлайне курсор потом двигать нашу сезон вот так теперь опять же ой локейшин наводим курсор на таймлайн вправо сдвигаем на пару кадров опять сюда ой и теперь ротейшин я хочу и поворачивать теперь сюда курсор выдвигаем здесь так так пускай вот так бы да здесь будет у нас минус 90 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 минус так тоже ай ротейшн и последнее сюда здесь у нас будет просто 90 вот так она повернется так теперь посмотрим а ой ротейшн последний ключ теперь посмотрим что у нас получилось вот видим по-разному идет изображение теперь что нам нужно сделать дальше нам нужно отрендерить два видео две анимации по очереди и ну если кто-то знает как работать рендерить какими-то другими способами изображения с двух камер пожалуйста пишите в комментариях я что пока что до этого не добрался буду делать как знаю как могу как умею на данный момент попозже узнаю что да как сделаю видео так вот что нам нужно сделать сейчас настройки рендера выставить то есть мы выбираем рендер который нам нужен здесь указываем место куда мы будем сохранять название видео которое нам нужно да и естественно нам нужно для двух разных видео надо будет указать два разных названия то есть мы ренд сначала мы указываем например название левое для левой для изображения с левой камеры например название будет л до отрендерили потом когда мы соберемся рендерить второе изображение нам нужно здесь будет поменять название если мы не поменяем у нас просто второе видео она заменит первое мы потеряем первое видео потому не забыть поменять здесь название здесь все как обычно выставляем формат изображения mp4 если у нас мы выставили какую-то аудио дорожку будем помнить что по умолчанию идет но аудио без звука то есть нам нужно выбрать формат звука с которой мы хотим все это рендерить итак я уже отрендерил парочку видео и поэтому сейчас перейдем в видеоредактор и уже там будем разбираться но еще хотел напоследок сказать что можно изображение сделать 1920 в два раза меньше до к примеру 840 840 чтобы когда мы будем комбинировать у нас в общей сложности получилось 1920 как обычное изображение если мы сделаем 1920 да у нас и когда мы их совместим у нас получится очень широкая по горизонтали видео как у меня в принципе будет дальнейшем в примере и заранее можем этого избежать если сделаем квадрат более квадратным это изображение так переходим в монтаж дан сейф здесь добавляем два наших видео и видим да что они у нас тут расположились последовательно да нам это не нужно поэтому мы клавишей g перемещаем сюда нам нужно чтобы мы их просматривали параллельно да вот так сейчас вот здесь у нас есть раздел трансформ где мы можем подвигать наше изображение они здесь в этом окне они просто наложены друг на друга одно скрывается за другим поэтому мы видим только одно если мы сейчас вот выделили вот это да и мы его сейчас сюда вот сдвинем то мы видим что за ним скрывается второе изображение а вот это мы можем сдвинуть влево теперь они у нас не пересекаются 960 и минус 960 теперь они у нас не пересекаются но они у нас не помещаются и вот это то о чем я говорил что нужно было рендерить их квадратными поэтому здесь мне сейчас придется увеличить в два раза 3840 вот такое широченное видео у нас получилось смотрим дальше что у нас получается вот вот такая вот стерео пара у нас получилось для vrbox а и дальше уже обычные настройки рендера и сохраняем наш видос и в конце я обещал показать как сделать анаглиф то есть красно-бирюзовое изображение для очков как в кинотеатрах очень просто перед этим еще хотел бы упомянуть да что видите мы тут изгаляемся на всякое трюкачество и очень просится очень просится программисты услышьте меня просится аддон для создания вот таких стерео пар в блендере может быть он такой есть но мне ни разу никогда не попадался даже когда я специально гуглил искал информацию для этой темы ничего такого не попалось что какие-то аддона таких существуют аддон просится так вот про анаглиф опять переходим в главное изображение в главу в главный вид дан сейф и просто в настройках рендера анаглиф выставляется вот здесь просто галочка и готова а нажимаем 0 и вот мы видим до из вид из камеры и мы видим да что вот это делается одной галочкой когда-то в старых версиях блендера для этого нужно было тоже изгаляться и прописывать целый скрипт сейчас это делается одной галочкой поэтому я надеюсь что и для создания стерео пары когда-то будет что-то подобное